Люди, как Грудинин, регистрируются, у многих, кстати, вопросы и непонятки. Вот единороссы сейчас в пропаганде проталкивают лозунг, вот Максим Шевченко на это попался, они все говорят одно и то же. КПРФ должна была проверить бумаги Грудинина, найти в этих бумагах все подтверждения, что все чисто, законно, легально. Внимание! Дело не в том, что у Грудинина какие-то там неправильные бумаги, неправильные счета. Речь именно о том, что осуществляются мошеннические действия. Люди, связанные с администрацией президента Сединой России, подделали документы о том, что якобы у Грудинина остались какие-то предприятия, конторы и так далее. Это мошенническая схема. Никто не мог ее предусмотреть. Это все равно, что говорить человеку, что он сам виноват, что его обворовали, или там изнасиловали, или убили, или все что угодно. Это действие злоумышленников. Именно на этом мы должны все настаивать, и это должны подчеркивать, на это указывать. Если бы Грудинин сделал все свои бумаги еще более идеально, они бы придумали другую какую-то схему, чтобы его сделать виноватым. Рядовка рассказывает интересные подробности этой истории. Павел Грудинин действительно ликвидировал офшорную компанию Бонте ЛТД в 2019 году, два года назад. Владение акциями которой послужило основанием для его исключения из списка кандидатов в Госдуму на грядущих выборах. То есть эта компания по заявлению Грудинина не существует два года. Данная компания через цепочку фирм имеет отношение к совхозу имени Ленина, акционерам и директорам которого является Грудинин. Однако позднее Видновский городской суд без уведомления самого Грудинина отменил решение о ликвидации Бонте ЛТД, изменив формулировку на «приостановление деятельности». Именно это изменение и послужило формальным поводом для отстранения Грудинина от выборов, решение которым принял Центр избирком. Отметим, что именно, внимание, друзья, вдумайтесь, именно Видновский городской суд принимал все решения по рейдерскому захвату с совхоза имени Ленина, в результате которого компании депутата «Единой России» Дмитрия Саблина стали фактическими владельцами предприятия. Именно Видновский городской суд вынес решение о блокировке всего сайта «Рядовки», которое сейчас и исполняют, за публикацией материала, посвященного деятельности Дмитрия Саблина. Геннадий Андреевич Зюганов, не в Кремле нужно было договариваться, ошиблись с кабинетом, иронизирует «Рядовка». Есть совхоз имени Ленина, лакомый кусок земли вплотную к Москве. Есть некий депутат «Единорос», который осуществляет рейдерский захват этой земли. Его зовут Дмитрий Саблин. Этот Дмитрий Саблин, судя по всему, как предполагают журналисты, как мы можем предполагать, договорился с судами, и суды принимают все решения в его пользу. Грудинин – подлец, мошенник, лжец, негодяй. Его мы убираем, захватываем землю, с судьями делимся, все прекрасно. Этот же суд изменил решение, и Грудинин говорит, я закрываю эту кампанию. А Видновский суд говорит, не-не-не, только приостанавливаешь ее деятельность. Грудинин об этом не знал. Это самая настоящая мошенническая схема в интересах «Единороса», депутата рейдера Саблина. Судя по всему, ему и поручено непосредственно долбать Грудинина, администрации президента, и чувствовать при этом полную безнаказанность и получать всю необходимую юридическую поддержку со стороны суда. Ну как вы от этого можете защититься? Провластные политологи с ног сбиваются, пытаясь проанализировать, что дальше будет происходить на левом фланге с КПРФ и Грудининым. Алексей Маркин пишет, с Грудининым ситуация у КПРФ непростая. С одной стороны, раскрутка этой темы выгодна партии, с другой, есть два ограничителя. Первый – это отношение с властью. Партия не хочет идти на их обострение, а потому пока и не бьется за своего кандидата до конца. Я в этом не вполне уверен. Вы знаете, последние несколько месяцев Зюганов делает ряд таких жестких шагов и заявлений. Сам факт того, что они выдвинули Грудинина во главе списка к партии, говорит о том, что Зюганов почему-то решил пойти на обострение. Возможно, дело в том, что Зюганов на самом деле в ближайшие несколько месяцев после выборов объявит о своей отставке, о своем уходе с активной роли управленца партии, уступит место, как предполагают первые из списка кандидатов на преемника Зюганова – это Афонин. И знаете, последний аккорд Зюганов хочет запомниться как яркий борец, с задействующей олигархической властью. И на мой взгляд, это вполне логично. Второе. Все недовольство левые демонстрируют, не выходя за рамки, не вступая в коалицию с несистемщиками. Ну слушайте, а зачем нам в этой ситуации несистемщики? А какие конкретно несистемщики имеются в виду? Навальнисты просто разгромлены. Навальнистов нет. Нет, как политического субъекта, как актора, кто может сейчас из навальнистов сказать, ребята, выходим на митинг, будем делать то-то и то-то. Это уже, ну, я не представляю себе, чтобы это произошло завтра, послезавтра, или через неделю, или через месяц. Все, эта эпоха осталась позади. У нас сейчас другая ситуация. Возможно, они возродятся, опять соберутся. Но сейчас, по факту, я не представляю, с кем КПРФ может вступить в какую-то коалицию. Второй ограничитель, второй момент заключается в том, что фигура Грудинина выглядит противоречивой как раз для ядерной части ортодоксального электрода КПРФ. Это, видимо, имеется в виду престарелые почитатели Маркса, Энгельса и прочих социализмов. Вы знаете, социализм, он должен проявляться в каких-то конкретных делах. Тем более коммунизм. Вот у меня, когда я встречаю человека, который говорит, я коммунист, а ты коммунист, я хочу спросить, дружище, расскажи, в какой коммуне ты живешь? Какое коммунистическое хозяйство ты развиваешь? Как у вас организовано распределение формы собственности на средства производства? То есть это же не просто слова. Это не просто вера. Это определенный образ жизни. Коммунист должен жить в коммуне, в коммунистической, если не обществе, то в каком-то там, не знаю, поселении, работать на коммунистическом, социалистическом предприятии. Какой имеется в виду ядерный ортодоксальный электорат, который уже просто физически в силу возраста отходит в мир иной? Сейчас партия должна как раз обновиться. Партия должна стать отражением чайней существующего общества, существующего нашего народа. Мы хотим жить в нормальной стране, в сильном социальном государстве. Мы сейчас не готовы к каким-то резким поворотам, резко проводить войну гражданскую с олигархатом. Мы сейчас говорим о том, что у нас есть совершенно конкретные, совершенно логичные, признаваемые даже либералами реформы, честные выборы, достойное образование, достойное здравоохранение, планирование. Не плановая экономика в том смысле, как это было или есть сейчас в некоторых государствах. Мы имеем в виду, это должна быть современная экономика на плановых основах. Об этом можно очень долго говорить. Нам нужна программа как раз не назад в СССР, нам нужна программа вперед, в светлое будущее, которая, возможно, тоже будет называться СССР. Но это не главное. Я не вижу здесь никаких противоречий. Прокремлевский низыгорь подчеркивает, что КПРФ играет на обострение. Партия радикализировала риторику, оставшись в повестке на волне коллизии с исключением из списка Грудининым. Пресс-секретарь Зюганова выступил с заявлением против блокировки сайта Навального. КПРФ все дальше скатывается в контру и поддержку экстремизма, считает в пророк. Следующий пишет, если раньше Навального поддержал только радикальный Рашкин, то теперь его уже аккуратно защищает едва ли не сам Зюганов. Месть Кремлю за Грудинина? Зюганов еще глубже копает себе яму, занимая защитную позицию в отношении Навального. Переполняются эмоции от ситуации с Грудининым. Но за этот инцидент спрашивать надо с Грудинина. Политика не место для эмоций. Вот когда вы слышите от меня, когда я зачитываю вот этот вот хренотень от аналитиков прокремлевских, вы просто задумайтесь. Платошкина посадили, дали ему условочку, чтобы он не мог никуда баллотироваться. Николай Бондаренко хотят снять с выборов. Павла Грудинина сняли с выборов. Анастасию Дальцову за встречу с избирателями. Это ее работа как кандидата. Она обязана встречаться с избирателями, общаться, получать от них наказы, какую-то информацию, агитировать. Это то, чем она должна заниматься. Ее тащат в автозак. Восемь человек вместе с ней задерживают. У Николая Бондаренко сотрудник предвыборного штата избит. И вы разве не понимаете, почему Зюганов сейчас говорит, что Навального надо поддержать? Да потому что этот беспредел действующей системы касается абсолютно всех. Дело не в Навальном. Дело в системе. Ракова позвонит, пишет. Подтверждение радикализации коммунистов. Они решили добиваться восстановления в списке Павла Грудинина на городских площадях. Запускаем таймер, когда коммунистам позвонят и скажут, что пора бы уже завязывать с играми в революционеров. А позвонят и скажут, а вы уверены, что коммунисты подчинятся? Другой пишет. Лучший способ снижать рейтинги КПРФ – не замечать ее, а лидерам время от времени вручать цацки. А исключать Грудинина Бондаренко и ругать Рашкина – означает накручивать рейтинг. Да не им, а Зюганову. Сам Низыгар пишет. Исключение Грудинина позволило КПРФ обрести инструменты для воздействия на электоральный цикр. Среди них персистентная информационная трибуна и условные основания для международной делегитимизации итогов думского голосования. Да, в самом деле, если такая движуха продолжится против КПРФ, вполне возможно, что коммунисту объявят эти выборы несостоявшимися, фальсифицированными, нечестными. И тогда уже вопрос о действующей власти в стране встанет очень остро. Можно будет объявить импичмент Путину, можно будет объявить правительство в отставку с самыми жесткими радикальными лозунгами пойти на улицы. И тогда уже это будет не мирный протест. Это будет основание КПРФ возглавить социальный взрыв. Но эта ситуация, конечно, очень опасная для вообще нормальной мирной жизни в нашей стране. Вы учитывайте, что у нас в ряде регионов у власти находятся такие отъявленные путинисты, которые на законы, какие-то выборы, невыборы, дума им глубоко начхать. Тот же Рамзан Ахматович Кадыров. Вы думаете, он будет спокойно сидеть и смотреть, как какие-то коммунисты проводят митинги? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok